Здравствуйте, я учитель школы 14-20 по папье-маше, Ветру Татьяна Николаевна. И в прошлый раз мы с вами сделали шапку из папье-маше. И я подумала, что она очень похожа на шапку железного дровосека, поэтому сейчас мы будем живописненько красить ее стальной цвет. Мы сделаем ей бортики, мы сделаем ей какие-нибудь гвоздики. Для этого, чтобы все это сделать, мы берем и мешаем некий стальной оттенок, стальной цвет. Берем синенького, берем красненького, берем водички. Вот у нас есть некоторая основа. Прокрашиваем основу. Потом мы будем делать какие-то бельки, какие-то штуки, заклепки. Можно придумать, что у нас там какая-нибудь дырочка, зашитая заклепками. Можно добавить светлого и добавлять вот сюда, потому что у нас вот здесь падает свет и у нас здесь будет посветлее часть. и добавить темного совсем синий. Добавим красненького все-таки пассеровать вот отсюда закрашиваем все наши дырочки, закрашиваем, закрашиваем. Последний кусочек снизу закрашиваем. Изнутри не красим, у нас там голова будет. Мы же не хотим каждый раз мыть голову после того, как ее поносим чуть-чуть. Так, но самый вот тут бортик все-таки надо покрасить, потому что его будет видно всем, кто немного выше ростом. Чуть-чуть. Так, теперь по этому цвету мы набираем, значит, белил на кисточку и сейчас у нас пойдет блик бортика нашей заплаточки. У нас же будут всякие бортики и заплаточки. Так, вот тут у нас будет заплаточка с гвоздиками. Сейчас мы их получше нарисуем. так, вот здесь у нас будет бортик. он может быть не везде обликует, поэтому смотрите, где у вас может быть потемнее, где-то посветлее. так, ну и для развлечений у нас она будет состоять из двух половинок, поэтому еще будут вот тут гвоздики. Гвоздики у нас могут быть разные, какие-то можно нарисовать интересные гвоздики. Сейчас это пока для гвоздиков светлая часть, светлая часть. Так, у нас тут есть. Тут у нас еще будет бортик. Потому что у нас как бы тут толщина есть, побольше, чем у нашей бумаги. По замыслу. Поэтому у нас тут бортик. Так, теперь наберем кисточку меньше, можно самую маленькую. И будем прорисовывать наши все эти элементы. Мы их как бы подчеркнули светом, а теперь мы их подчеркнем тенью. У нас, конечно, тут достаточно темная шапка. Но мы подчеркнем их все-таки по-разному. Вот у нас есть некий оттенок немного ржавости. Ржавчинки туда можем положить. Вот гвоздик мы подчеркиваем. Вот тут у нас свет. Гвоздик мы подчеркиваем по кругу. И чуть-чуть больше там, где тень. Ну и здесь одинаково получилось. Ну ладно. Вот так нужно было быть. А еще гвоздики имеют такую полосочку. Такие шурупчики. Завинчины. Там внутри, тоже для создания такого эффекта толщины, может быть тень. Вот тут совершенно точно тень под ней. Потому что она у нас совершенно точно имеет толщину. тень. Здесь тоже тень. Тень у нас выявляют как бы все неровности поверхности. И свет тоже у нас выявляет. Поэтому мы сейчас везде сделаем и тень, и свет. На всех толщинках, где только можно. Так, берем побольше на кисточку. Ну, как бы гвоздик подчеркиваем, делаем ему некий узор. Кстати, можете сделать и крестовой узор на гвоздики. Они могут быть разные. Вон так взбит или закручен. Так, самый нижний портик. Он у нас не прокрашен оказался. Мы сейчас прокрасим темненьким. Чуть-чуть вот. У нас такой мятый металл получается. Очень красивый и живописный. Так, теперь мы можем сделать какую-то заклепку. для дополнительной красоты. А еще мы можем сделать еще более шероховатый на месте света металл. Взять сухую или полусухую кисточку. Окунуть ее в не очень мокрую краску. И вот так вот боком, чтобы она попадала только на верхушке наших всех вот этих бумажных изловок. Кстати, тут мы тени вычуркнули. Это могут быть просто дырочки какие-то. Возьмем кистичку побольше. Может быть какой-то другой оттенок смешаем. Добавим что-то солнечное, чтобы было на наши изломки. Не получается у нас сильно сухая кисточка. Потому что вокруг все мокрое. Вот получилось. Смотрите, где у нас еще какие-то неровности. Можно их подчеркнуть. Можно убрать. Где у нас что красиво дома. Тут у нас пустовато, поэтому сделаем тут больше всяких. Вот у нас есть такая синяя железная шапка для дровосека. которую мы можем одевать на карнавал. Мы можем даже ее на резиночки. А можем так одевать. Можно даже сюда какие-то волосы пропустить, если у кого-то есть хвостик. В общем, думайте, изобретайте. Всего доброго. До свидания.